Мать Явы, Ирина Эниско, была профессиональным и очень известным во Франции фотографом и выбрала дочь в качестве любимой модели. Вот только снимать дочь она предпочитала обнаженной или полуодетой, в непристойных позах. Девочке было всего 4 года, когда мать начала продавать ее фотографии, а в 11 лет снимки девочки появились в Плейбэе. В это же время Ева дебютировала в кино в фильме романа «Поланский зелец». Дальше был эротический фильм «Распутное детство». После этого разгорелся скандал, Ирину Эниско лишили родительских прав и запретили фотографировать дочь, но она продолжила продавать снимки девочки тайком. В 2011 году Ева выпустила автобиографический фильм под названием «Моя маленькая принцесса», которым, по-видимому, хотела объяснить матери, как та была неправа. Видимо, нескольких судебных разбирательств с дочерью так ни в чем и не убедили Ирину Эниско. Мать Аланы, Джун, всегда мечтала прославиться и потому с 6 лет отправляла свою дочь на конкурсы красоты. И надо заметить, она своего добилась, семью заметили продюсеры и предложили снять об их жизни реалити-шоу «А вот и милашка Бубу». Это действительно была золотая жила, шоу не о знаменитостях, а о типичных редниках, алкоголизм, неряшливость, ранние браки и беременности, джанк-фуд, скандалы и ожирение, полный набор пороков, на которые всем так интересно смотреть. Но за время шоу «Мать Бубу побила», кажется, все рекорды. Перед съемками она поила дочь смесью лимонада с энергетиком, чтобы Хани Бубу была поживее, раскормила дочь до солидной стадии ожирения, а затем и вовсе совершила поступок, поразивший всю Америку. Очередной сезон шоу отказались снимать, когда Джун начала жить с бывшим бойфрендом, который отсидел 10 лет по обвинению в развращении восьмилетней девочки. И этой девочкой была старшая дочь Джун. Сейчас милашка Бубу безуспешно пытается похудеть, а ее мать на все нападки журналистов отвечает одно, «А что я такого сделала? Я ведь не давала ей алкоголь. А ведь могла бы». Отец Ричарда, бывший чемпион по боевым искусствам, всегда мечтал вырастить из своего сына самого сильного ребенка в мире. Когда мальчику было два года, семья переехала из Украины в США, и Ричард начал свои ежедневные тренировки. Впоследствии отца Ричарда обвинили в насилии над ребенком. Ричарду не разрешалось играть, гулять на улице, есть неполезную, но вкусную пищу и, естественно, отлынивать от тренировок. Зато уже в 8 лет год мог отжать от груди свой двойной вес, а в 11 жал тройной. В 8 лет Ричард стал самым сильным ребенком в мире, его приглашали на ТВ-шоу, тренировки и соревнования, и называли маленьким Геркулесом. Но вскоре маленький Геркулес порвал все связи со своим отцом, мужчину посадили на 3 года на насилие, он избивал свою жену. Полицию вызвал сам Ричард. Затем и тренировки сошли на нет. Сейчас бывшему бодибилдеру 26 лет, и выглядит он совсем не так круто, как в юности. «Я очень горжусь своими детскими достижениями, мне за них не стыдно, и я не пытаюсь скрыть от кого-то эту страницу своей жизни», — говорит он. «Просто больше я так жить не хочу». С отцом, давно вышедшим из тюрьмы, Ричард по-прежнему не общается. Когда Бьерну было 6 лет, его мать лишили родительских прав и заботу о мальчике взяла на себя бабушка. Сам мальчик мечтал стать пианистом, но бабушка, работавшая на стокгольмской киностудии, мечтала о кинокарьере внука, тем более, что внешние данные у него определенно были. Чуть ли не на первом в жизни Бьерна кастинге режиссер Лукино Висконти выбрал его на роль Тадзия, в своей экранизации новеллы Томаса Манна «Смерть в Венеции». Это история нездоровой страсти писателя Густава Фона Шенбаха к юному польскому аристократу Тадзия. Съемки дались Бьерну тяжело. Режиссер запрещал ребенку загорать, купаться в море, играть с другими детьми, им особенно кокетничать с девочками, как только Висконти замечал это, он закатывал скандал и останавливал съемки. Андресину было категорически запрещено выходить из образа молодого аристократичного гомосексуала. После премьеры на Бьерна обрушилась слава, его стали называть самым красивым мальчиком XX столетия. В то же время журналисты постоянно пытались подловить его на связи с мужчинами, чему способствовал и режиссер фильма, после премьеры он пригласил Бьерна в гей-клуб. В итоге Бьерн, не выдержавший такого напряжения, действительно начал встречаться с мужчинами, но впоследствии жалел об этом. Гомосексуальный опыт, который я получил, будучи подростком, очень сильно повлиял на мою психику в негативном ключе. Я подался всеобщему влиянию и попросту причинил себе физический и моральный вред, рассказывал он после. В итоге Бьерну удалось справиться с этим и вернуться к занятиям музыкой и жениться. Но о своей юности он до сих пор вспоминает с сожалением. Линдси начала карьеру в три года. Сначала крошка работала моделью, после переключилась на сериалы, а в 11 лет сыграла главную роль в комедии «Ловушка для родителей», которая открыла ей дорогу в большое кино. Одним из самых удачных проектов юной Линдси стала комедия «Дренные девчонки», после которой папарацци стали преследовать 16-летнюю Лохан. И вот тогда что-то пошло не так, переходный возраст и стресс от своего нового статуса суперзвезды вступили в реакцию с переживаниями от первой неудачной роли, после наград. Овации и похвалы Линдси впервые получила антипримию «Золотая малина» за комедию «Поцелуй на удачу» в 2006 году. В это же время актриса начинает посещать собрания анонимных алкоголиков, а через год принимает решение пройти реабилитацию в клинике для наркозависимых. Что было дальше, все знают. Аресты за вождение в нетрезвом виде и ДТП, скандалы на съемках из-за украденных вещей, «Побеги из рехаба», «Общественная работа в морге». Да, о Линдси продолжают говорить, но только не в связи с ее работой в кино. История Макалея Калкина, ставшего популярным и богатым после выхода комедии «Один дома», классический пример трагической судьбы ребенка, не выдержавшего ранней славы. Причем Калкина нельзя назвать актером одной роли, у него были все шансы выйти из комедийного образа. Например, в 1993 году Макалей сыграл отрицательную роль в драматическом триллере «Хороший сын». Режиссеры не отказывались работать с юным талантом, но окрыленный успехом мальчик запрашивал миллионные гонорары за свое участие в проектах, в то время как его родители были на грани развода из-за конфликта по поводу права на распоряжение деньгами сына. Калкин был вынужден на время приостановить работу в кино, чтобы родители разрешили финансовые вопросы. Родители в итоге развелись, деньги достались уже по взрослевшему Макалею, но режиссеры за долгий период простоя позабыли о юном даровании. Тем более, что и само дарование уже утратило свежесть и юношеское обаяние, пристрастилось к алкоголю и препаратам, успело жениться в 17 лет на актрисе Рэйчел Майнер и развестись через два года. Единственной заметной работой в кино для взрослого Калкина стала роль в трагикомедии «Клубная мания», где он сыграл печально известного промоутера Майкла Элига, убившего своего наркодилера. Критики и зрители называли роль погрязшего в тусовках и зависимостях одинокого Рейвера отражением внутреннего мира самого Калкина. В декабре 2012 года появилась информация, что Макалей пытался покончить с собой из-за депрессии после расставания с актрисой Милой Кунис.